Хочу, конечно, всех успокоить, если они думают, что в какую-то минуту ОМОН, гвардейцы начнут рефлексировать, терзаться выбором, краснеть, бросать оружие, то не стоит этого думать, что это будет так. Чуть-чуть это может случиться в каких-то индивидуальных обстоятельствах, но, наверное, не массово. Это не будет влиять. Хотя, ты знаешь, вот я подсчитал, вернее, пытался подсчитать, и мне никто не смог в этом помочь, потому что все очень разноформатные, очень нескладывающиеся вещи. Но вот когда все закончится, то все их каски, блин, броники, пластины, щиты, ножные щитки, это будет пурган высотой примерно полтора километра, который, вероятно, надо будет оставить навсегда. В назидание и память о жутких, пожалуй, самых жутких годах России. И вот по поводу того, что если там еще полиция подумает, подумает, может быть, на уровне участковых и оперов принимать ли участие в этих уличных сафари, то, поверь мне, Росгвардия, стреляя в народ, вряд ли будет чувствовать что-нибудь, кроме отдачи оружия. Это идеально свободный от интеллекта контингент. Они отлично подготовили, власть отлично подготовилась к тому моменту, когда будет задан самый жуткий вопрос. А где деньги, Зин, где деньги? Разве этот вопрос еще не возникал? Нет, но вот он впервые возник вот с такой остротой после истории с дворцом, которую усыновил Ротенберг. Но я думаю, что все больше и больше людей начинают понимать взаимосвязь дворца и собственной нищеты. Но дворца, условного дворца. Вообще все гениально придумано, при этом все отвлеклись на дворец и на его стоимость. И все забыли про то, что на народ возложена обязанность содержать за свой счет ту расстрельную команду, которая этот народ в случае чего расстреляет. Это, конечно, замечательно. И про армию я тебе хочу ответить. Конечно, Росгвардия сейчас, по сути, не меньше армии. И сильнее гораздо, и гораздо подготовленнее. Потому что ведь есть, помимо всяких прямых и ясных директив, есть секретные директивы. Потому что Росгвардия предназначена и для отражения армейского мятежа. Такое тоже может быть. И в планах, конечно, это необходимо было учитывать. И все средства воздействия, естественно, мы знаем, что во многих государствах армия может представлять собой серьезную угрозу. Вот здесь нет, ну, во-первых, в армии нет ни единого ростка вольнодумства. Вот 100 из 100 они останутся верны своей большой зарплате и Владимиру Владимировичу до той минуты, пока не запахнет уж совсем жареная. К тому же армия настолько запуганная, робкая и послушная, что от нее ничего ждать не приходится. Равно как ничего не приходится ждать. Ну, там еще и призывники, которые вообще часто вообще не по этому делу. Совершенно верно.